всем доброго времени суток уважаемая банда меня давно не было на экранах ютуба думаю вы меня не потеряли идет зимный период времени и зима кончается идет уже к весне сегодня 19 у нас марта вот и сезон того катушек у меня заканчиваться осталось еще сделать около 10 катушек и наступает уже рыболовный период времени в нашей жизни ну вот по картинке многие могут сказать что за фигня видео называется невозможно убрать люфт главные пары и причем мы тут на экране видим три разные главные пары вернее ведущие колеса и каким образом они относятся к люфту сейчас я буду все вам не спеша объяснять голос у меня может быть чуть-чуть по без меню вся не очень чувствую после операции от этого речь может быть чуть чуть не очень корректной вот и буду помаленьку рассказывать вот что мы имеем данный момент мы имеем вот такую хорошую всем известную главную пару видите на ней стоит вот такая от маркировка под названием 11 био это 11 биомастер вот этот вага это конечно морской twin вот девятого года свой 4000 пиджи думаю разница всем очевидно и по сути идет от серия из современных главных пар если можно вы выразиться вот чем они все и отличаются сейчас мы будем об этом рассказывать здесь мы видим старую ось да и на нее соответственно на прессована и сплава алюминия да то есть там какой-то сплав там а с цинком еще с чем-то ну скажем так скорее всего может быть авиационный алюминий какой-нибудь вот уже сама главная пара внутри у нас конечно куда вкручиваться катушка мы видим стальной такой сердечник у морского твина мы видим сделан вот такой вот фланец и сама пара уже на этот фланец 6 винтами просто у нас прикручиваться чтобы его никуда не привело ничего но соответственно сама основа да тоже из фланца куда вкручиваться тоже ручка тоже все остальное сегодняшние же катушки пошли по самому удешевлению у них уже ничто никуда не на прессовываться у них что пара что вот этот сам сердечник в который вкручивается грубо говоря ручка сделано все из одного материала это код со с другой стороны где вставляется подшипник коренной сделан вот такой вот металлический соколь иногда он бывает даже вот ну слетает свободно да такое тоже можно наблюдать к чему это конечно все приводит сейчас буду вам рассказывать и показывать жуткие вещи про которые может быть кто-то и не знают многие будут грида ты чё гонишь так не бывает как правило такие вопросы задают западное население нашей страны которая привыкла ловить окуньков с палец которая не видела серьезных нагрузок и серьезной рыбы но вот в принципе эти все вещи которые я встречал они именно встречались у меня на то именно с рыболовами дальнего востока которая рыбачит и которая ловят сильную крупную рыбу вот чем плохие сегодняшние катушки условно говоря вот с такими вот парами которые сделаны из цельного грубо говоря куска из одинакового металла тем что ручка соответственно сам стерлинг который вкручиваться он у нас сделан из стали и резьба из стали а тут рыба уже нарезана по сути в алюминиевом сплаве и когда это все дело вкручиваться мало того что возникает сильная угроза что внутри пары сорвется резьба это раз а второе в этом вот месте я даже наблюдал вот в этом вот месяце соприкосновения где вот упирается ручка и пара вот просто вы не поверите пара вот это вот где все сделано из цельного алюминия вот эти вот края они просто трескаются такими трещинами и обкрашиваются и потом соответственно когда вы затягиваете ручка у вас уже не под неровно прилегает вот с каким-то уже с каким-то уже вот таким вот но уклоном где посильнее потрескалась осыпалась день нет ручка уже вот как бы такая перекошенная и получается как бы восьмерка когда вы крутите то есть вот два таких момента к этому шума на момент ушло очень долго и упорно это сейчас на современных катушках вот такая вот шлепенция ладно откладываем ее в сторону чтобы больше на это не смотреть вот дальше что морские пары именно что у морского двина девятого года что устал и морской восьмого года что и у дальнейшей продолжение серии с в винов и стел здесь они все-таки еще более-менее в каком-то этапе времени делали нормально и вытачивали такую основу болванку с фланцем и чтобы здесь тоже была сталь до чтобы просто так не сорвать чтобы ничего тут не крошилось и на этот фланец стальной шести винтами прикручивалась сама ведомая шестерня дальше же мы видим продолжение история твинов да и там у твинов уже этого фланца нету у морских все они начали точно так же на прессовывать как у одиннадцатого биомастера то есть сердечник стальной дав куда вкручиваться ручка сверху просто на прессовывается ну вот сама вот это вот диск до ведомой шестерни то есть многие даже эту разницу и не заметили и бегают с флагами кричат что новые твины свешные они ничем не хуже чем твины девятого года а то еще и лучше в этом-то конечно большая ошибка что они так думают потому что это все далеко соответственно не так сейчас я бы объясню чем это чревато чем чреват уход такой вот схемы крепления ведомой о вернее до ведущего колеса именно к самой основе тоже теперь это убираем и смотрим что может произойти вот если не устали еще слушать сейчас мы увидим самый главный нюанс думаю кто-то уже с ним встречался с подобными вещами а кто-то еще и нет в чем заключается это вся ирония со временем эксплуатации и как бы сказать и нагрузок до которые создаются на катушку в целом имеет такая вот тема да что вот это вот то что на прессована ведущая колесо да на остальную этого то есть да куда вкручиваться ручка она начинает разбалтываться и люфтить и когда вы пытаетесь сюда подкидывать регулировочные шайбы убирать люфт то вы понимаете что что-то у вас уже идет не так достаточно не так уже легко хорошо тяжелую легко крутится ручка а люфт никуда не уходит но сейчас мы увидим что происходит происходит вот такие вот банальные вещи вот ручка 11 для мастера вот пара мы это все закручиваем грубо говоря и когда мы начинаем вот так вот шатать то можно наблюдать что сама главная пара да ну вот это вот само ведущее колесо которая напрессована вот на эту стальную ось она просто на нем начинается люфтить понимаете да начинает просто люфтить вот и как у сколько бы шайбочек регулировочных у сюда не подкидывали у вас все равно будет как избавиться от данного люфта уважаемые зрители я сейчас вам покажу так ну что он нам для этого понадобится банда понадобится у нас пара советских сериал один советский метчик на м2 советским воротком и можно приступать к работе и начала мы наметим можно сказать так на кирнин ну тут кирник особо не надо можно просто с усилием обычным шилом сделать отметку где мы уже будем сверлить так ну что засверлили мы необходимое нам отверстие под размер метчика м2 осталось нам нарезать хорошая прочная сталь у японца вот этого чувствуется что даже советский метчик тяжело и нарезает так ну что премного уважаемая банда сверлили бурлили резьбу нарезали откладывая подальше наши два советских сверла и советский метчик смотрим что у нас получилось я уже тут что время не затягивать все это уже почистил помыл видимо такая вот хорошая резьба у нас получилось ну и давайте посмотрим что у нас как чего вкручивается вот мы вкручиваем это без нашей фиксации и смотрим вот она вот этот люфтик уважаемые зрители смотрите идите вот он вот он есть вкручиваем на другую руку на правую да вот он вот этот люфтик все есть ну и сейчас фиксируем пару которая у нас напрессована вот на такую вот стальную ось для этого нам понадобится уже я не стал время терять вот такой вот подготовленный стальной винт и так слегонца затягиваем потому что все равно это потом придется затягивать вот на такой уже пермаментный резьбовой фиксатор он у меня уже давно видите все тут уже почухался облез применяя такой где нужно уже что-то намертво присадить вот так вот у нас получилось видим что тут все уже подогнано нигде ничего не торчит все ровно нету смысла если бы он там выступал потому что он бы мог у нас помешать вернее он бы точно бы помешался у нас ручки до при вкручивании в ручке в левую или в правую сторону да ну и ничего бы нам такого бы не дал бы да потому что все равно бы усилия бы никакого это давайте пробуем теперь с ним затянули все нуфт у нас у меня даже так подзатянул нормального даже отпечатки нуфт исчез все у нас закрутилось пробуем под правую руку все закрутилось до конца на ну и что мы видим люфт у нас исчез все вот как то так осталось это дело посадить но резьбовой фиксатор и и ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Ну вот, придали более-менее эстетический вид и оставили шлиц под отвертку, чтобы можно было потом в случае раскрутить. Если данной меры будет недостаточно, можно с противоположной стороны сделать то же самое, просверлить отверстие, нанести резьбу и подогнать еще один вот такой вот замечательный стальной винт и посадить на резьбовой фиксатор. Так, ну что, давайте попробуем, что все у нас нормально. Нужно вставить теперь нашу ведущую шестерню в катушку и покрутить, посмотреть, что все у нас ровно. На всякий случай закроем корпус. Пожмем сильно пальцами и попробуем. Да, все у нас без проблем. Вот. Таким образом, что можно сказать, мы улучшили качество жизни катушкой, а также и увеличили качество рыбалки, рыболову, который будет рыбачить этой катушкой. Уважаемые зрители. Ну, а впереди данную катушку ждет еще полировка пары. Но это уже совсем другая история. Ну, а теперь самым топовым участником, скажем так, моего канала. Кто смотрит до конца это видео, я считаю, в конце остались самые топовые представители, которые интересуются, которые умеют думать. И для вас я тогда скажу. Ну что, напишите под видео, в комментариях, что я сделал не так и что я умышленно не показал. То есть, что-то я сделал не так и умышленно не показал, да. То есть, понимаете, это было сделано специально, чтобы люди не всегда, как бы сказать, пользовались только готовой информацией. Я здесь допустил умышленные ошибки, да, без которых нельзя было сделать ту или иную операцию. Напишите под видео, что это. Вот. А то все уже сейчас расслабились. Все думают только готовую информацию воспринимают и пользоваться. Я частенько в своих видео, когда делал какие-то секреты или того, всегда кое-что не договаривал. Оставляя самый такой шик, маленький нюансик, очень важный. Именно на логическое завершение самих зрителей. Вот. Так. Как сказал один из моих подписчиков, даже написал примерно такие слова. Поменять запчасть старую на новую могут практически все, да. А чтобы отремонтировать своими руками, могут далеко не все. То есть, в принципе, я с ним не могу не согласиться. Вот. Катушки все уже достаточно старенькие, да. Запчастей к ним не найти. И, соответственно, нужно уметь восстанавливать и ремонтировать их, конечно, своими руками. После всех этих процедур эта катушка еще послужит не один год. Такую уже не купить. Эти катушки ушли в разряд легенд. Ну что, уважаемые зрители, мое видео подошло к концу. Всем, кому понравилось, ставьте палец вверх. Подписывайтесь на мой канал. Делитесь этим видео с друзьями. До свидания. До новых встреч. До свидания. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...